А я так и знала, ребят, и так и говорила, что такой видеоролик обязательно будет. И обязательно будет нам показано кладбище и Андрюша, который приехал проведать бабу Галю. Всем огромный-огромный привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, я посмотрела очередную серию на канале Доброе Дело. И не поверите, но я ждала именно эту серию, ждала, что Андрюша таки поедет на кладбище. И видео такое обязательно будет у них на канале. Я много раз говорила и снова скажу, что я противник, когда снимают видео на кладбище, выкладывают это в сеть. И для меня это дико. Ну, это лично для меня. Я не знаю для кого как, но мне сложно такое смотреть. И я считаю, что это неправильно. Но для мальчиков нет ничего неправильного. Есть то, что поднимает у них рейтинг, а это опять же Баба Галя. Потому что, видите, Андрюша правильно сказал, что канал осиротел. Действительно осиротел. С Бабой Галей все ломились на канал, все смотрели видеоролики. Что бы там ни показывали, если Баба Галя, просмотры космические. Нет Бабы Галей, просмотры проседают. Ну, еще и зависит, видимо, от того, что нам сейчас показывают. И да, правда, Баба Галя какая бы ни была, но она всем была интересна. Ну, только вот мальчики не оценили, не оценили, не уберегли. Ну, тут можно говорить много. Но опять это вот ехидство Андрея, да, что любимую бабушку проведаем. Да, такое ехидство, слушайте. Проведывал он и в бытовке любимую бабушку, выбегал вот так вот, заткнув нос, фе-фе-фу-фу, быстрее искать маску. И это была такая любовь прям неземная, слушайте, к этой бабушке. Знаете, мне вообще тяжело вот это вот вспоминать, да, вот эти вот последние, да, видеоролики, где она там в бытовке была, в собственных фекалиях, и как это все снимали, и как это нам все показывали на камеру, в видео, вернее. И для меня вот это вот все ужасно, просто ужасно, и просто нет слов. Сейчас ее нет, и уже им можно говорить что угодно. Да и тогда они больно не прислушивались к своим зрителям. Ну что, приехали с лопатами якобы вычистить снег. Я не понимаю, зачем чистить сейчас снег. Еще и так чистить, чтобы залетал снег и песок прям чуть ли не за другую оградку другой могилы. Не, я понимаю, видимо, хотели там кусок вычистить для того, чтобы, ну, ту фотографию, может, как-то поправить. Но Игорь дальше с таким усердием откидывал этот снег, видимо, чтобы показать, какой он молодец, какой он молодец, и он чистит. Зачем там чистить? Зимой почистили, через день, а может и в тот день снова насыпет снег. Чистить уже нужно весной, либо осенью от листвы. Хотя там, как я поняла, нет никакой листвы. Это у нас, когда мы ездим к своей родне везде, у нас иголки, листва, и приходится часто убирать. Ну, и еще Андрюша решил рассказать, что вот столько наговаривают, столько сочиняют, всяких сплетен плетут, и люди всякую ерунду пишут о том, где он был. Ну, люди сплетни, может, пишут, может, сочиняют. Я тоже вам говорила, что очень много мне писали, и даже одна женщина, она представлялась, якобы живет в Прокопьевске. И я вам говорила, что информация не точная, и она разная, и я не могу так говорить, когда я не знаю, точно это или не точно. Ну, вообще, я и Андрею не верю, ребят. Не верю. Я им не верю ни одному. Уже столько лжи мы насмотрелись на канале, что я не верю. Ну, там у него был пожар, он сказал, случился пожар, поэтому он и не приехал. Может, и случился пожар, может быть, и по его вине, но мы этого реально не знаем. И правду мы не узнаем, действительно, потому что правду он нам не скажет. Это было бы уже смешно, да, чтобы он на весь мир рассказал, если что-то там такое серьёзное случилось, и он поведал на весь мир. Ну, согласитесь, кто будет говорить на весь мир что-то довольно серьёзное. Поэтому я ему не верю. Ну, ладно, работал и работал. И то, что ещё было сказано, что якобы вот сочиняют, придумывают, да, что якобы в могилку, да, к бабе Галле внука положили. Я такого абсурда ещё не читала. Я не знаю, кто это плёл и кто это говорил. На канале у мальчиков об этом вообще не вещалось, и никто ничего не писал. А то, что умер Денис, я об этом говорила. Но у меня никто не писал таких вещей. Честное слово, я не помню, что что-то такое кто-то дурацкое писал. Ну, может быть, бы и написали. У меня просто... Нет, открыты были под этим видеороликом. У меня были открыты комментарии. А уже под другим видеороликом комментарии у меня были закрыты. Но, опять же, я не помню, чтобы что-то кто-то сочинял. Видимо, мальчики сами придумали, сами обиделись и стали отмазываться, абы поговорить. Ну, ещё про топор решили, что весной, когда уже не будет снега, нужно забрать из бытовки топор. Или даже не весной, может, я что-то пропустила. Нужно этот топор прикопать в Бабе Галле в могилу. Кто-то уже давно об этом писал, но, знаете, я, если честно, во всякую такую ерунду не верю. Но смотрю, что Игорёк, который раньше постоянно вот Бабе Галле говорил за стены, что она измазюкала там, за то, что там она порог обсыпала, да, всё время говорил, Баб Галле, чё ты делаешь, чё ты делаешь? А здесь часы нельзя из бытовки забирать, время остановилось. А потом, пожалуйста, пожалуйста, забирай, Серёженька, часы, забирай. Пусть у тебя время тоже остановится, да. Да. И сейчас с топором он же как бы не верит во всё это. Короче, сам себе про тебя речит. Нас учит прям неизвестно, какими праведными быть, да. А сам, а сам, Игорь, что случилось? Что с тобой не так? Ну, что с Андрюшей что-то не так я давно заметила. Давно, я давно заметила, что он как попугайчик стал. Всё повторяет, повторяет, повторяет. И, глядишь, поди, взлетит, только крылья не поднимут его. Ну, никак. У крыльев, наверное, сил не хватит, а он всё попугайничает. Ну, вот Игорь меня стал тоже удивлять. Что случилось, не пойму. Короче, ребят, как мы с вами думали, такой видеоролик. Он появился. И таки его выпустили. Именно из кладбища. И именно с Андрюшей. В общем, буду заканчивать. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И всем прекраснейшего настроения. Всем добра, любви, позитива. Конечно же, здоровья, мои хорошие. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас всех. Пока.